Да зачем мне все это тащить? Святая изолента спасет мир. Как не рыдать над испорченным снаряжением, а просто починить его? Салют! Это Сплав, с вами Сергей Голубев, я гид и организатор путешествий. Сегодня расскажу вам, как собрать миниатюрный ремнобор для любого похода. Покупая новое снаряжение, мы клянемся себе относиться к нему бережно и аккуратно. А в погоне за граммами в рюкзаке игнорируем присутствие в нем толкового ремнобора. Узнали себя? Прозрение обычно приходит в момент поломки, поэтому не повторяйте чужих ошибок, а соберите себе маленький необходимый набор для ремонта. Кстати, рассказывайте в комментариях о своих лайхаках и хвастайтесь весом своего ремнобора. Начнем с самого ходового. Это сантехнический армированный скотч. Если что-то нельзя починить скотчем, то это проще сжечь, как гласит народная поговорка. Народный фольклор сильно сгущает краски, конечно, но с идеей о том, что скотч нам будет крайне полезен, я абсолютно согласен. Скотч очень удобно размещать под рукоятью вашей трекинговой палки. Им можно временно залатать дырку в палатке, в тенте, в дождевике, в герме, в мембранной куртке и так далее. Можно заклеить открытую пачку кофе или макарон. Вообще, потенциал огромный, поэтому поставил его на первое место. Главное, помните, что это средство экстренного и временного ремонта. По приезду домой обязательно удалите скотч и отнесите снаряжение в ремонт. Сразу же возникает вопрос, сколько его брать. Все зависит от размера вашей компании и вашей ответственности за ремонт не только вашего снаряжения. Оптимально смотать пару метров отдельно от большого мотка на палку, зажигалку или еще что-нибудь миниатюрное. Выберите проверенные марки. Не все скотчи одинаково цепкие. Вторым по значимости в нашей походной мастерской я ставлю мультитул. Я всегда по-доброму завидовал ребятам, у кого есть лезерманы, дорогой, красивый, но я использую Ганзу уже 4 года. Отличная фирма, хорошая цена и приличный набор инструментов. Очень удобно, если в вашем мультитуле есть набор битых отверток. Мультитул пригодится вам при ремонте трекинговых палок, горелок и всякого рода так называемого тяжелого ремонта, который подразумевает использование кусачек, плоскогубцев и отверток. Если в вашем мультитуле есть штопор, то это тоже хорошо. Третий ходовой элемент моего ремнабора это поясной фастекс и другая фурнитура. То, что рюкзаки стоят на земле и фастекс обычно на полу, делает его весьма уязвимым. Пару раз ребята еще в аэропорту сталкивались с его поломкой, сами на него наступая. Один раз его погрызла собака, пока мы делали пропуска в нацпарке. Еще 2-3 раза он просто сломался от сильного натяжения по непонятным причинам. Бывает, он просто стирается и отщелкивается сам по себе. Поэтому взять его с собой будет отличной идеей. Идти без него, завязывая постоянно пояс на узел как каратист, конечно эффектно, но не совсем удобно. Выбирайте размер фастекса не менее 50 мм, а лучше измерьте ширину стропы вашего рюкзака. Лучше всего выбирать марку DuraFlex, этот пластик достаточно жесткий и долговечный. Помимо фастекса можно также положить одну двухщелевку и один вот такой маленький фастекс с болтиками на 25 мм. С таким комплектом можно будет новый рюкзак хоть из бересты сделать. Кстати, всю эту не только фурнитуру вы можете купить на сайте либо в магазине сплав. Четвертый элемент нашего комплекта это швейный набор. Эту штуку он у меня еще в армии заставляли таскать, но там она мне особо не пригодилась. А вот в походе довольно часто что-то у кого-то дорвется. Намотайте метра три по два вида нити на кусочек пластика или ненужной карты. Я использую лавсановую, она более прочная для снаряжения, и капроновую или обычную для ремонта одежды. Также две большие и две маленькие иголки, наперсток и пару булавок. Можно обойтись без наперстка, используя мультитул, но это не совсем удобно. Спросите, что шить в походе? Да все. От оторванных на попе брюк до тента палатки, порвавшейся пенки и отлетевшей подошвы ботинка. Далее идет ремнобор для палатки, а точнее для ее дуг. Он обычно лежит в чехле с самой палаткой в мешочке с колышками. Туда входит ремонтная втулка. Я после одного неприятного и ветреного случая беру две втулки. Запасная дуга. Убедитесь, что она одного диаметра с дугами вашей палатки. Резинка. Метр три будет ок, она лежит в основном в ремноборе. Два запасных колышка для усиления палатки, дополнительными ветровыми оттяжками, проник чуть позже и ниже. Если всего этого нет, в наборе с палаткой, то можно купить отдельно в магазинах или на сайте сплава, пожалуйста. Репшнур 4 мм или паракорд 2 мм. Это идеальная толщина для ремонта и хозяйственных задач. Сделать дополнительные оттяжки для палатки или тента. Натянуть веревку для сушки вещей. Сделать авоську для переноски дров. Чалку для лодки. Подвесить герму с водой. Сделать походный душ. Короче, вариантов использования огромное количество. Разместить можно где-нибудь в карманах рюкзака в ближнем доступе. Сколько брать метров? Я беру 10-15. Кстати, бывает паракорд со светоотражающей нитью. А такую оттяжку точно не запнетесь ночью. Клей и ремонтные патчи. Суперклеем я, признаюсь, практически не пользуюсь. Очень редко. А вот тейпами для ковров, да. Если вы любите роскошь и комфорт и уже сменили обычную пенку на удобнейший надувный коврик, видео о них будет вот здесь, то эта штуковина обязательно должна быть в вашем ремноборе. Снотехнический скотч с такими проколами, увы, не справляется. А вот ремонтные патчи на ура. Если хотите сэкономить, то можно купить ладки и полиуретановый клей. Не так удобно, но дешево. Ремнобор для горелки и походной кухни. Тут есть три школы ремонта. Первое. Таскают с собой запасные шланги, резинки, прокладки, болтики, гайки и переходники. Особенно это прослеживается у владельцев дорогих мультитопленных горелок. Это связано еще и с тем, что бензиновые горелки просто нуждаются в регулярной чистке и очень чувствительны к качеству топлива. Если ваша горелка из бюджетного сегмента, то рекомендую вам стать адептом второй школы и брать с собой вот такую запасную малышку-горелку. Весит всего 30 грамм. На ней можно хоть стакан чай скепить, если что. Третий вариант. Это собрать комплект для разведения огня из огнива, зажигалки и растопки. Уверен, что у вас, товарищи выживальщики, есть множество разных рецептов. Можно комбинировать все эти три варианта, выбрав нужный под ваш стиль туризма. Хорошим дополнением к вашему упомянутому комплекту станет небольшой моток тонкой стальной проволоки. Ей вы сможете отремонтировать сломанную ручку от котла или вообще сделать для него костровой подвес. Дополнительные материалы. Изолента. Ее можно намотать на запасную зажигалку из кухонного ремнобора. Потом. Пермаментный маркер. Положите его в аптечку. Вот такой вот хомут-стяжка. Мы часто используем его, чтобы удлинить с помощью веточки ложку для более удобной готовки еды в котле. Уголицы, бегунки, молнии, набор для выживания. Все это уже на ваше усмотрение. Можно взять рыболовные снасти, если, конечно, умеете с ними обращаться. Специальные материалы и инструменты. Это уже дополнение к вашему ремнобору. И зависит от вашего средства передвижения и стиля похода. Если вкручиваете на велике по Алтаю, например, то логично будет взять платки для камеры и другие примочки для велика. А если сплавляетесь на покрафте или байдарке по корейским речкам, то обязательно будет запасное весло и клей. Под каждый вид туризма есть свой ремнобор. И про каждый ремнобор стоит говорить отдельно. Где хранить и в чем переносить ремнобор. Я рекомендую вам использовать такой маленький контейнер для элементов, которые нельзя подвергать деформации намоканию. Либо те, которые могут повредить другое снаряжение в вашем рюкзаке. Например, иголки, тейпы, клей, зажигалка и растопка. Для остального можно использовать либо карманы рюкзака, либо купить небольшой подсумок. Для перфекционистов есть разного рода тактические подсумки. Разного объема, в которых множество карманов, утяжек, резиночек и вариантов размещения. Я, например, давно пользуюсь аптечным подсумком, куда помимо широкой номенклатуры лекарств, у меня также помещается и ремнобор, пауэрбанки, электрика, кабель и прочая мелочь. Интересный очень вариант, где можно собрать все в одном месте. Друзья, хотелось бы упомянуть важный нюанс. Даже самый крутой клей и дорогущий мультитул будут бессильные в руках человека, у которого нет навыков ремонта. Я отношусь к людям с не самыми ровными руками, и ремонт, признаюсь, давался мне сперва тяжело. Спасением для меня стала инструкция по применению. Если вы узнаете себя, то внимательно читайте инструкцию и следуйте ей. Второй лайфхак, который помог мне стать достойным походным ремастером, это изучение пары-тройки походных узлов. С ними ремонт и походный быт стали значительно легче. Ну и напоследок, третье. В походном ремонте очень важно быть креативным и изобретательным. Ведь предусмотреть все возможные поломки и иметь для ремонта соответствующее оборудование невозможно. Поэтому тренируйте ум, учите походные лайфхаки и прокачивайте свои навыки. Делитесь ими с нами в комментариях под этим видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если хотели бы еще больше узнать про снарягу, лайфхаки, интересные маршруты, то подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok